МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На связь с нами выходит Мария Кондиус с новостями Сахалинского государственного университета. Привет, Сергей! Это Сахалинский государственный университет. И я, Мария Кондиус, расскажу вам о мероприятиях, которые прошли в нашем университете на этой неделе. В этом выпуске вы увидите. САХГУ обсуждает отчет губернатора Сахалинской области. Лучший способ узнать своих будущих коллег. Бизнес-день вместе с Сахалин Энерджи. Какие вопросы обсудили с послом Королевства Нидерландов и главой представительства Евросоюза? ВИЧ, инфекция и СПИД. Мифы, реальные факты и как защитить себя. На баскетбольной площадке встретились лучшие команды Сахалина. Череда спортивных соревнований продолжается. Это новости САХГУ. И мы начинаем. В рамках работы гражданского университета на площадке САХГУ научное сообщество обсудило ежегодный доклад губернатора Сахалинской области. Подробности в следующем сюжете. Научное сообщество Сахалинского государственного университета поприсутствовало на ежегодном обсуждении доклада губернатора Сахалинской области. На нем правительство вместе с учеными различных отраслей смогли рассмотреть ряд проблем и обсудить дальнейшие стратегии развития области в условиях экономического кризиса. Это хорошее начало, я думаю, это хороший знак, потому что, на мой взгляд, вот такого партнерского сотрудничества между университетом и нынешним правительством пока еще не образовалось. И это надо обязательно сделать. На этой встрече обговаривались такие темы, как развитие строительной и рабохозяйственной отраслей, глобальные вопросы экономики. Говорилось об отчете по 2015 году и планах на текущее время. Сегодня одна из глобальных задач, которая стоит перед Сахалинской областью, это подготовка кадров, это закрепление кадров на территории Сахалинской области. И, конечно, в этом плане мы видим огромную роль и место университета во всем этом большом процессе. В ближайших планах создание тесного партнерского сотрудничества правительства и университета. Тамара Брикульска, Евгения Калаева, студенческий медиа-центр САГУ. Во многих университетах нашей страны можно получить образование в нефтяной сфере. Но после выпуска специалистов ждет проблема не только поиска вакансий, проблема в самом выполнении рабочих обязанностей. Здесь можно встретить несоответствие ожиданий и то, что все совсем не так, как учили в университете. Компания Сахалин Энерджи решила проблему. Бизнес-день САГУ. Смотрим. Сахалинский государственный университет – это большая кузница кадров для островного региона. Так, крупная нефтяная компания «Сахалин Энерджи» провела бизнес-день в стенах нашего вуза для того, чтобы поближе познакомиться со своими будущими коллегами. Студенты САГУ укунулись в мир компании «Сахалин Энерджи». Мероприятие открыли проректор-руководитель аппарата ректора Светлана Барышникова и директор по персоналу компании Александр Шейкин. Мы рассчитываем, что в рамках этого мероприятия мы сможем заинтересовать студентов, рассказать более детально о нашей компании, дадим им понимание, кого мы ждем, какие у нас подходы к формированию кадрового потенциала. Да, попасть со студенческой скамьи к нам нелегко, но, с другой стороны, уже четверть сотрудников нашей компании является выходцами Сахалинского государственного университета. Специально для студентов были подготовлены презентации об объектах компании, ведущих проектах нефтегазодобывающей отрасли, программах развития и стажировки молодых специалистов. Также для студентов САГУ специалистами компании были проведены деловая игра «Архипелаг ценностей» и тестирование на знания нефтегазового дела. Студенты, которые лучше всех прошли тестирование, смогут оказаться в кадровом резерве компании. Кристина Семиволос, Эдуард Асташенков, Студенческий медиа-центр САГУ. На крупных нефтяных проектах Сахалина привлекаются как иностранные технологии, так и сами эксперты. Но не только по этой причине на Сахалин с визитом прибывают иностранные гости. Например, САГУ посетил посол Королевства Нидерландов и глава председательства Евросоюза. Что стало целью визита, расскажем в следующем сюжете. В Сахалинском государственном университете прошла встреча с послом Королевства Нидерландов и главой представителя Евросоюза. На встрече обсудились вопросы, касающихся учебы и проживания в Европе, а также не обошлось и без острых политических вопросов. Гости поделились своим мнением о влиянии региональных вузов на развитие страны. Даже если вы живете на Дальнем Востоке, на Сахалине с новыми технологиями, которые позволяют вам оставаться мобильными, вы становитесь частью огромной научной среды. Вы можете использовать различные схемы для обучения за рубежом. На сегодняшний день Сахгу имеет соглашение с более 40 вузами от Таиланда до Соединенных Штатов Америки. Представители разных стран все чаще становятся гостями островного вуза. Надежда Кобзева, Эдуард Асташенко, студенческий медиа-центр Сахгу. Вирус иммунодефицита человека сегодня – одна из наиболее серьезных мировых угроз для общественного здоровья. В решении этой проблемы важно участие каждого гражданина, ведь даже соблюдение простых правил может препятствовать распространению инфекции. Сахгу принял участие во всероссийской акции, направленной на борьбу со СПИДом и ВИЧ. Подробности в сюжете. Более сотни студентов Сахгу стали участниками всероссийской акции «Стоп СПИД». Ежегодное мероприятие проходит в 85 регионах страны с целью привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. В обычный день навряд ли человек сможет, а именно благодаря таким дням, сможет узнать немного лучше себя и тем самым, возможно, предупредить очередную беду. Организаторами акции выступили представители Сахалинского государственного университета и Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Мы неоднократно работали с АГУ в разных форматах, начиная от тренингов, семинаров тренингов, акций. А вот в таком формате впервые, что можно на месте сдать кровь на ВИЧ-инфекции. Любой желающий мог посетить специально оборудованный пункт сдачи крови на выявление антител, а также получить абсолютно конфиденциальную консультацию специалиста. Так как мы народ ленивый, и нам лень дойти, пройти такие тесты, они очень важны для нашего здоровья. А тут, она выездная, зашел в институт, прошел и узнаешь результаты. Еще большим плюсом было то, что не нужно было никаких документов с собой приносить, и нету никаких очередей. Помимо этого, на площадке был организован пункт сбора товаров для детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Согласно статистике, чаще всего распространителями инфекции являются молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. Именно поэтому подобные мероприятия проводятся в учебных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Констанция Рязанцева, Евгений Николаева, студенческий медиа-центр САГУ. Несмотря на то, что высокий рост дает преимущество, это не самый важный показатель, чтобы стать профессиональным игроком в этом виде спорта. В САГУ прошел чемпионат по баскетболу. О том, что же действительно необходимо для хорошей игры, расскажем в следующем сюжете. Для того, чтобы хорошо играть в баскетбол, необходимо уметь правильно бросать мяч в корзину. И совсем не обязательно иметь высокий рост. «Быстрее, выше, сильнее» – таким лозунгом заканчивает учебный год Сахалинский государственный университет. Помимо ряда спортивных мероприятий, прошел турнир по баскетболу среди женских и мужских сборных. Во-первых, турнир проводится подведение итогов года, как оттренировались девочки. Затем популяризация баскетбола в вашем вузе, в САГУ, в нашем вузе, в САГУ. Ну и выявление лучших баскетболисток, баскетболистов. За кубок ректора сразилось 9 команд, начиная от школьников и заканчивая выпускниками САГУ. Первое место, безусловно, от других результатов настоящие спортсмены нужны. По результатам турнира абсолютными победителями оказались команды девушек и юноши университета. Виктория Бушкова, Евгения Калаева, студенческий медиа-центр САГУ. На этом все. Мы желаем вам продуктивно провести следующую неделю. Выпуск подготовлен студенческим медиа-центром САГУ самого лучшего университета Сахалинской области. В студии была Мария Кондиус. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо, Мария. Ну а сейчас мы с Южно-Сахалинской перемещаемся в Тюмень. О новостях Тюменского индустриального университета нам расскажет Юлия Огнева. Мы рады новой встрече с вами, Сергей, и зрителями канала «Просвещение» и готовы рассказать новости Тюменского индустриального университета. На этой неделе в ВУЗе прошла пресс-конференция ректора Олега Новоселова, на которой были подведены главные итоги этого учебного года. ВУЗ получил новое имя и новый статус – опорный университет России. Тюменский индустриальный университет получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. С этой новости начал пресс-конференцию ректор ТИУ Олег Новоселов. Лицензия от 13 мая 2016 года завершила процесс реорганизации двух высших учебных заведений – нефтегазового и архитектурно-строительного. Выпускники этого года уже получат дипломы Тюменского индустриального университета. Параллельно ВУЗ принял участие в конкурсе на право получить статус опорного ВУЗа России. В середине мая Олег Новоселов представил итоги работы административной группы в Министерстве образования. Защита прошла успешно. Мы презентовали дорожную карту, акцентировали внимание на наших основных стратегических моментах, то есть за счет чего мы будем добиваться успеха и целевых показателей. Мы ответили на три вопроса, заданные комиссией, и получили положительный ответ «да». По словам ректора, акценты в дорожной карте сделаны на практико-ориентированные модульно-образовательные программы и научную деятельность, результатом которой должны стать технологии, доведенные до опытно-промышленных испытаний. Среди вопросов, чаще всего задаваемых журналистами, что стало с трудовым коллективом двух ВУЗов в процессе реорганизации. Сокращений на сегодняшний момент не было, нет, но предвидятся. Но не сокращения, а оптимизация, прежде всего, административно-управленческого персонала. Научно-педагогические работники в полном составе перешли в Тюменский индустриальный университет. Говоря о приемной кампании, которая стартовала в ВУЗе 16 мая, Олег Новоселов отметил, что с новым статусом университет получил дополнительно 100 бюджетных мест. А к 2020 году абитуриентам предложат и новые инженерно-технические направления подготовки. В лицее Тюменского индустриального университета прозвенел последний звонок. Слава благодарности сказали своим наставникам 11-классники. Напутствовать ребят пришел известный выпускник лицея, ректор ТЮУ Олег Новоселов. Ваш выпуск знаковый, потому что первый выпуск был в индустриальном, но правда еще в институте, а нынешний выпуск – первый выпуск Тюменского индустриального университета, опорного университета страны. Два года в лицее Тюменского индустриального университета стали для этих ребят самым ярким периодом школьной жизни. Последний звонок собрал 11-классников и их родителей, педагогов и кураторов. Теплые пожелания, слова благодарности и приятные подарки на память сделали праздник незабываемым для всех участников. Все волнуемся, переживаем, переживают наши родители, учителя. Это какой-то новый этап в нашей жизни. В лицее, конечно, я могу сказать огромное спасибо за все, что он мне дал. В этом году выпускниками лицея станут более 120 ребят. Последний звонок перевернул для них заключительную страницу школьной жизни и открыл горячую пару выпускных экзаменов и поступления в ВУЗ. На сегодня у нас все. До встречи через неделю. Сергей. Спасибо, Юлия. Ну а сейчас мы отправляемся в солнечный Крым. О новостях Крымского федерального университета нам расскажет Виктория Малыхина. Здравствуйте, Сергей и все телезрители канала «Просвещение». Вас приветствует Крымский федеральный университет. Наш университет принял активное участие в 30-м форуме «Политическое пространство и социальное время». Об этом в нашем сюжете. 26 мая в дворцово-парковом комплексе бывшего великокняжеского имения Георгия Михайловича Романова «Харакс» начал свою работу 30-й форум «Политическое пространство и социальное время. Идентичность и повседневность в структуре жизненного мира». Организаторами форума стали Крымский федеральный университет, Кубанский государственный университет и Болгарский евразийский научный центр. Обсуждаться будет, прежде всего, политический дискурс современности, национальный, региональный, глобальный, соотношение геополитических и цивилизационных аспектов современного развития, вопрос о роли православной идентичности и византийского наследия, в частности для России и для Крыма, проблемы, которые существуют в Европе, в частности, миграционный кризис, исламский вопрос, проблемы Ближнего Востока, это такой геополитический блок. Далее у нас будет блок, касающийся вопросов этничности и власти, школа молодого политолога и круглый стол памяти Александра Сергеевича Панарина. У нас будет студенческий день, воскресенье, школа молодого политолога, они выступят с докладами, причем их будут слушать ведущие российские политологи и зарубежные, и это же не то, что защита курсовых и дипломных работ, а это серьезная оценка, академическая оценка. А значение для университета, ну, во-первых, университет это храм науки, а научное творчество, оно требует не только признания, но и обмена мнениями, и вот встреча ученых из разных стран, из разных городов, это как раз вот такой творческий поиск ответов на наиболее актуальные вопросы современности, поэтому для университета роль трудно переоценить. На форуме обсуждались вопросы, связанные с взаимовлиянием социального и политического пространства, ролью исторической и коллективной памяти, конструировании идентичности. Эти проблемы рассматривались на примере зарубежных стран, а также на более узком примере крымского полуострова. Я уже второй раз на форуме, хотя он проходит 30-й раз, и моя тема – трансформация элиты Крыма в период 2014-2016 года. Данная тема для меня была интересной, потому что, пожалуй, это самое важное событие Крыма за период последних двух лет. Помимо того, что я расширяю круг своих интересов, также я расширяю круг общения. И политологи и профессора, которые здесь собрались, они оказывают содействие молодым студентам в определении дальнейшего развития. В работе форума приняли участие ученые из России, Польши, Болгарии, Чешской республики, Словацкой республики и Индии. В ходе дискуссий рассматривался широкий круг теоретических и практических вопросов междисциплинарных исследований на стыке современной этапальтологии, психологии, социологии, истории и философии, а также актуальных проблем в сфере исследования геополитики и идентичности. Она актуальна с точки зрения всей критической ситуации, которая возникла в этом регионе, не только на Крыму, но и вообще в Восточной Европе сейчас, потому что идут очень серьезные процессы, которые являются опасными для мира в этом регионе. Эти конференции имеют дело в том, что они по линии науки, социологии, политологии, философии, истории и так далее. Мы хотели бы помочь разрешить эти проблемы так, чтобы продолжал мир в этом регионе. А мы видим, что есть силы, которые не хотят этого. Наша цель в этой конференции прежде всего найти эти события, явления в истории, которые объединяют наших народов. Форум «Политическое пространство и социальное время» продолжает традиции научного сотрудничества российских и зарубежных ученых, исследующих разнообразные теоретические проблемы, связанные с местом и ролью геополитических и цивилизованных процессов в современном обществе. На этом все. Крымский федеральный университет с вами не прощается, а говорит «до свидания». Я передаю слово каналу «Просвещение». Спасибо, Виктория. Но мы сейчас из Симферополя перемещаемся в Тверь. О новостях Тверского государственного университета расскажет Татьяна Орлова. Здравствуйте, Сергей. Сегодня мы предлагаем сюжет только об одном событии. Но что это за событие? Всего несколько майских дней в Ботаническом саду Тверского государственного университета бал правит великолепные тюльпаны, как бы высокопарно это ни прозвучало. Наш корреспондент Дарья Мосова закружилась в их ремузыке и цветов. 15 мая Русское географическое общество объявило фенологическим днем – днем наблюдения за природой. В связи с этим наша съемочная группа посетила традиционный бал тюльпанов. Ботанический сад Тверского государственного университета снова порадовал жителей города своей работой. Живая музыка, развлечения для самых маленьких гостей и, конечно, море цветов. Мы стараемся каждый год высеивать различные сорта. Нельзя сказать, что они, конечно, редки, но они уникальны в плане своей декоративности, уникальны в плане своей агротехники. Поэтому каждый год у нас всегда что-то разное. И какой-то определенный набор цветов, и определенный набор разновидностей тюльпанов. Наверное, именно поэтому каждый год люди снова и снова возвращаются посмотреть на маленький уголок природы. Пока родители наслаждались концертом и прекрасными видами, дети играли в специально отведенном для них уголке. Ботанический сад – одно из тех мест, где можно отдохнуть всей семьей. Мы с мамой уже тут как традиция – ходить на бал тюльпанов. Заряд эмоций, позитива, очень яркие краски. Ну, проснуться после зимы. Я пенсионерка уже, и вот у меня такое сейчас хобби. Сын меня направил, как говорится, в этом русле. Мама, ты должна чем-то заниматься. И я стала наблюдать через фотоаппарат. Очень много интересного. В этом году бал тюльпанов посетило очень много тверичан. Для каждого поколения нашлось что-то по вкусу. Специально для гостей сада был проведен небольшой концерт, в котором приняли участие академический хор поселка Реткино и группа факультета географии и геоэкологии. Пусть о всероссийском фенологическом дне гости сада и не знали, но красоты природы оценили по достоинству. Мы уверены, все, кто посетил бал тюльпанов, захотят снова вернуться в ботанический сад Тверского государственного университета. За природой наблюдали Дарья Амосова и Алексей Горобий. Чудесный бал, не правда ли? Эти материалы мы, кстати, закрываем очередной телевизионный сезон в Тверском государственном университете. До встречи в сентябре. Сергей. Спасибо, Татьяна. Ну а сейчас мы возвращаемся в Тюмень. На связь с нами входит Наталья Малышенко с новостями Тюменского государственного университета. Здравствуйте, Сергей. Я и мои коллеги представим наиболее интересные новости образовательной и студенческой жизни. Последний звонок прозвенел для выпускников гимназии Тюменского госуниверситета. Это уже 17-й выпуск. Самый многочисленный, 170 учащихся. И самый результативный. 8 человек являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. 35 одержали победу и заняли призовые места в других статусных олимпиадах. Если раньше у меня не было такого стремления учиться или приобретать какие-то знания, то сейчас это уже как-то проявилось. И мне уже интересуют какие-то ауки, история, литература. Но все-таки в приоритете я планирую поступать в Тюменский государственный университет. На юридический факультет. Ну, конечно, запомнился наш классный руководитель. Самый лучший учитель, который вообще может быть только. Запомнилась литература, запомнилась много математики, истории и общества знания. И вообще очень много улыбок, очень много интересных людей. На торжественном мероприятии первый проректор Тюмгу Валерий Дубицкий вручил талантливым выпускникам приглашение для вне конкурсного зачисления на бюджетные места в Тюменский госуниверситет. Впервые в фаблабе Тюменского госуниверситета состоялся финал конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати. Ребята представили свои разработки в нескольких категориях. Аксессуары безопасности, мой модный наряд, техника прошлого, настоящего, будущего, твой помощник в учебе. Так, с помощью 3D-моделирования Никита Показаниев попытался объяснить биоинженерию Кости. По этому принципу была сделана эйфинова башня. Она высокая и в то же время очень легкая и прочная. Победители и призеры в каждой категории получили квадрокоптеры, 3D-ручки и пластик для 3D-принтера, чтобы дальше развиваться в этом направлении и создавать новые проекты. В эти дни отмечается 30-летие одной из старейших кафедр Института государства и права Тюмгу, кафедры теории государства и права и международного права. Кто пришел поздравить коллег с юбилеем, расскажет Михаил Новиков. Кафедру теории государства и права и международного права сегодня можно назвать одной из ведущих кафедр юридического профиля. В данный момент на кафедре работает 24 человека. Из них подавляющее большинство – это кандидаты наук, профессора и доктора. Отличие университета от других высших учебных заведений, от других типов учебных заведений – это, в первую очередь, конечно же, преобладание академической свободы и академической культуры. И вот эти две вещи, эти два, ну, скажем, основополагающих фундамента являются основными в работе нашей кафедры. Поэтому у нас есть и результаты на сегодняшний день и в научной составляющей, и в учебной деятельности, и публикуемся мы достаточно активно. Юбилей собрал вместе не только работников вуза и студентов, но и представителей госструктур и организаций, сотрудничающих с кафедрой, а также добившихся высот выпускников. Среди них Игорь Халин, который закончил обучение в 1993 году. Я учился еще на четвертом курсе, когда по приглашению преподавателей, учителей, они всегда были, остаются для меня учителями с большой буквы, пригласили работать в качестве преподавателя. То есть, являясь студентом, фактически, я вел семинарские занятия, и, в принципе, очень хорошее впечатление остались от сплоченного, дружного, очень квалифицированного коллектива. Ну и в целом, наверное, даже исходя из самого названия, уже можно говорить о том, что кафедра теории государства и права – это вообще краеугольный камень на самом деле. И в здании, я думаю, института государства и права, и в немалой степени Тюменского государственного университета. Ну и, конечно, сейчас мы продолжаем сотрудничать, безусловно. Гостям показали фильм об истории и достижениях кафедры теории государства и права, и международного права. А студенты и преподаватели института выступали с концертными номерами, которые перемежались поздравлениями коллег. Время немножко тяжелое у нас сейчас в стране. Мне хочется, чтобы кафедра сохранила свой коллектив, очень грамотный, сильный преподавательский состав. И самое главное, чтобы сохранила профессиональный подход к обучению, который у них есть. Закончилось торжество исполнением гимна кафедры теории государства и права и международного права. На этой неделе в Тюмени отметили День славянской письменности и культуры. Традиционно в рамках празднования проходит научно-практическая конференция, посвященная православным истокам нашего народа. В этом году конференция посвящена сразу нескольким юбилейным датам. Тысячелетие русского присутствия на Афоне, 400-летие Тюменского свято-троицкого монастыря и 380-летие сибирской литературы. Это праздник, который связан с появлением письменности. Изначально она появилась в районе современной Чехии, и потом ее принесли к нам славянские святые Кирилл и Мефодий. Ежегодное мероприятие собирает как ведущих ученых-словистов, так и представителей духовенства, политиков и других неравнодушных к родной культуре граждан. Более ста народов Сибири получили письменность на славе кириллицы. Это тоже наследство дел Кирилла и Мефодия. Поэтому для нас этот праздник, он очень важный. И отрадно, что он возвращается в жизнь, что люди приобщаются. Отрадно, что наш Тюменский государственный университет проводит уже 39-ю конференцию. К открытию конференции студенты и преподаватели Института филологии и журналистики подготовили насыщенную программу. Традиционно в концерте «Славянский венок» прозвучали песни на разных славянских языках. Больше видеоновостей Тюменского госуниверситета на портале Тюнгу в интернете utumen.ru Сергей, передаю вам слово. Спасибо, Наталья. Ну а наша следующая остановка на медикарте – это город Барнаул. О новостях Алтайского государственного университета нам расскажет Ирина Корчагина. Здравствуйте, Сергей. Приветствую зрителей телеканала «Просвещение». Мы расскажем вам о самых интересных новостях нашего вуза. День рождения университета – это праздник для всех, кто с ним связан. Алтайскому государственному исполнилось 43 года. О церемонии открытия праздничной недели расскажет Дарья де Миллер. Весна в Алтайском государственном университете – это не только пора сессии, но и время празднования дня рождения нашего вуза. В этом году праздничную неделю открыли церемонии поднятия флагов университета, России, края и стран друзей классического вуза. По количеству флагов в небо были отпущены 13 белых голубей, как символы воли к победе, тяги к знаниям и университетского единства. Традиционно всем университетам спели гимн и послушали поздравления от почетных выпускников. Неделя празднования 43-го дня рождения АГУ обещает быть, как всегда, богатой на мероприятия. Весь университета лучше староста, планета университет и всероссийские форумы. Это еще не полный список планов на неделе празднования. Неделя празднования дня рождения университета у нас обычно очень насыщенная. Мы подводим итоги в сфере образования, в науке, по всем направлениям студенческой жизни. Нам повезло, так как день рождения Алтайского государственного университета совпадает с окончанием учебного года, с выходом студентов на сессию, и поэтому мы имеем полное право подвести итоги по всем направлениям. В Алтайском государственном университете прошли Кирилло-Мефодиевские чтения. О том, что связывает классический вуз и барнаульскую епархию, расскажет Игорь Аславцев. В далеком 863 году братьям Кириллу и Мефодию поручили отправиться в славянскую Моравию с христианской миссией. Но просвещение славян было невозможным без книг на их языке. Поэтому перед началом миссионерской деятельности Кирилл разработал и упорядочил старославянскую азбуку, а также перевел на старославянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение. И вот уже более тысячи лет в знак благодарности славянские народы отмечают праздник в честь памяти Кирилла и Мефодия. А вот так проходит праздник в 2016 году в стенах Алтайского госуниверситета. Накануне здесь состоялось пленарное соседание, на котором встретились представители барнольдской епархии, прихожане и творческая интеллигенция города. Все те, кто неравнодушен к вопросу сохранения традиционных духовных ценностей. Основная тема всегда у нас одна о неприходящем значении наших нравственных заповедей, неприходящем значении духовно-нравственных норм, которые некогда с верой Христовой пришли к нам сюда, в русскую землю. А в значении трудов и подвига святых равнопостных Мефодия и Кирилла. О том, как их деятельность повлияла на развитие славянской культуры и в части нашей русской культуры. Ректор классического вуза Сергей Земляков в отчет главе Алтайской митрополии почетную грамоту ученого совета Алтгу за большой вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи и плодотворное сотрудничество с Алтайским госуниверситетом. В свою очередь, митрополит Барнаульский Алтайский Сергий подарил ректору ОГУ икону свидетеля Макария Невского, что, несомненно, укрепит и без того теплые отношения между Алтайской митрополией и госуниверситетом. После этого со своими докладами выступили участники заседания. Они осветили актуальные для нашего времени темы и обсудили дальнейшее направление работы. Игорь Рославцев, Лев Тюрин, учебная телерадиостудия. Это были самые интересные новости нашего вуза. На этом я с вами прощаюсь и передаю вам слово, Сергей. Спасибо, Ирина. Ну что ж, а мы из Барнаула перемещаемся в Ростов-на-Дону. На связь с нами выходит Альбина Кислица с новостями Донского густаростного технического университета. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, зрители телеканала «Просвещение». Вас приветствует студенческое телевидение ДГТУ-ТВ. Каворкинг на Дону. Первый промышленный каворкинг в России. Мы рассказывали уже о нем в наших предыдущих репортажах. Совсем недавно состоялось торжественное открытие каворкинг-центра. Все подробности этого важного события вы узнаете в нашем репортаже. 21 мая Донской государственный технический университет посетили с визитом заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Они торжественно открыли первый промышленный каворкинг на Дону, который создан на базе опорного многопрофильного вуза ДГТУ. Почетные гости нажимают клавиши на планшете, и работа каворкинга берет реальный, а не символический старт. Запущен расчет проектирования и изготовления на металлообрабатывающем станке изделия, которое в конце визита будет представлено гостям. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, губернатор Ростовской области Василий Голубев и сопровождающие их специалисты, руководители ведомств, предприниматели подробно ознакомились с работой первого промышленного каворкинга на Дону. Прежде всего, это его IT-составляющая и возможности медийного сопровождения работы центра. Промышленный каворкинг на Дону работает по принципу одного окна. Иными словами, здесь можно бесплатно получить весь спектр услуг. От предоставления молодому изобретателю или исследователю оборудованного рабочего места до доступа их к современным промышленным лабораториям, а также юридическое, экспертное и информационное сопровождение проектов. Резиденты промковоркинга смогут рассчитывать и на помощь в поиске инвесторов. В ходе экскурсии по промковоркингу заместителю председателя правительства Российской Федерации Аркадию Дворковичу и губернатору Ростовской области Василию Голубеву продемонстрировали разработки ученых и изобретателей ДГТУ, которые уже работают в рамках промковоркинга. Гости своими глазами увидели, как проходят этапы проектирования, конструирования, прототипирования изделий, то есть весь технологический процесс воплощения идей изобретателя в реальном продукте. А вот и те самые изделия, производство которых запустили Аркадий Владимирович Дворкович и Василий Юрьевич Голубев. Это наглядная демонстрация реальных возможностей промковоркинга на Дону. Нужно установить очень тесные связи с ведущими промышленными предприятиями, как российскими, сегодня уже есть хорошие примеры, так и зарубежными. Это даст возможность и готовить высококлассных специалистов, и делать разработки действительно мирового уровня, и продвигать нашу экономику не только в части импортозамещения, то, о чем мы говорим, но и в части уже продвижения нашей продукции на мировой рынок. Это главное, это в этом потенциал. И ваше поколение как раз способно это сделать. А мы будем вам помогать. Скажите, спасибо большое всем, кто этим здесь занимается. Удачи вам. Потенциал очень заметный. Центр, который будем открывать, это, как вы понимаете, пространство, где все вместе, но каждый свободно решает какую-то конкретную задачу. Но это позволяет взаимодействовать друг с другом, и, значит, вместе двигаться вперед. Альбина Кислица, Екатерина Коломеец, Яков Кардо, Никита Кардо, Дмитрий Рыжков, ДГТУ-ТВ Работа в каворкинг-центре уже идет полным ходом. Реализуется ряд проектов в онкологии, робототехнике, промышленности и других отраслях. Мы и дальше будем рассказывать о работе каворкинг-центра ДГТУ. А мы передаем слово телеканалу «Просвещение». Спасибо, Альбина. Ну, а наша следующая остановка – это Великий Новгород. О новостях Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрова нам расскажет Елена Барыш. Добрый день, Сергей и зрители телеканала «Просвещение». Я расскажу вам о том, чем жил Новгородский университет на этой неделе. На кафедре экономики и управления отпраздновала свое 20-летие кафедра маркетинга. Преподаватели наградили благодарственными письмами, а также обсудили, чего добилась кафедра за эти годы. Побывал там и подробнее расскажет нам Виктор Михайлов. Более 400 выпущенных маркетологов и управленцев, множество научных работ в изданиях России и мира. Такие итоги можно подвести по прошествии 20 лет работ кафедры маркетинга и управления. По словам президента Новгородского университета, именно эти люди помогают создавать средний класс, который сейчас постепенно развивается. Кафедра отмечает свои 20-летние юбилеи. В первую очередь мы должны сказать именно об этом процессе. То есть мы понимаем, что этот процесс не быстрый, но усилий требует много. Именно создание предпринимательских структур, воспитание человека, способного управлять собственностью, способного выстраивать экономические и социальные отношения, которые в конечном итоге уже выведут наше общество на уровень современного гражданского общества. Чтобы в будущем построить крепкое гражданское общество, фундамент нужно закладывать в прошлом, что и было сделано в экономическом институте. По словам Магомеда Амарова, заведующего кафедрой маркетинга и управления персоналом, предпосылки к созданию отдельного направления возникли уже давно. Но только в 1996 году на рынке начали требоваться специалисты в данной области. Появилась потребность подготовить новых специалистов, маркетологов, появился рынок, и здесь стало понятно, что без рыночных исследований, без прогнозирования будущего рынка, без изучения тенденций, без изучения внешней среды, конкурентов, что нашим предприятиям Новгородской области и всей страны работать успешно не удастся. Не удастся и воспитать грамотных управленцев без сильного профессорско-преподавательского состава. Сейчас на кафедре трудятся три доктора наук, семь кандидатов и один старший преподаватель. Все они получили почетные грамоты университета из рук президента НовГУ Анатолия Гаврикова. После награждения состоялось пленарное заседание, которое закончилось закладкой аллеи возле Института экономики и управления. Корреспондент Ксения Тимофеева побывала на презентации книги «Оккупация. Сопротивление. Возмездие». Авторы выступили перед публикой и ответили на все волнующие вопросы. Еще больше фактов в нашем сюжете. О Великой Отечественной войне написаны тысячи томов, но и они не могут охватить все аспекты, все белые пятна. А ведь история оккупации Новгородской земли – это, по сути, история Великой Отечественной войны в отдельно взятом регионе. Так начинается новая книга Дмитрия Осташкина, Бориса Ковалева и Сергея Кулика «Оккупация. Сопротивление. Возмездие». Ее презентация состоялась на конференции в Гуманитарном институте. Я хочу сказать, что для нас, конечно, для авторов особая мечта, чтобы эта книга стала интересной молодежи, студентом, студентом-гуманитарием, может быть, в первую очередь студентом-историком. Вопрос, чем книга может заинтересовать студента, на конференции стал главным. В ней говорится о нацистской оккупации Новгородской земли, анализируются военные преступления, описывается деятельность партизан и подпольщиков. По словам одного из авторов книги профессора СПБГУ Бориса Кулика, студенты Санкт-Петербурга во время подготовки к занятиям уже успели оценить пользу и важность информации в предоставленном тексте. Со слов студентов, они сказали, что для них это открытие. То, что они читали, вот о процессах, которые там собраны, сами бы они даже, может быть, не нашли, а здесь все собрано вместе. И произвело огромное впечатление. И на студентов Политехнического университета, и на студентов Санкт-Петербургского государственного университета. Если говорить о жанре, издание научное. И что интересно, в таком формате выпущено впервые. Есть все шансы для того, чтобы жанр издания стал научно популярным. Но найдет ли книга своего читателя среди студентов НУВГУ? Ответ нашелся сам. Уже в конце конференции молодые люди спешили за экземплярами с автографами от своих преподавателей. На этом я с вами прощаюсь. Еще больше интересных событий ищите в нашей группе «Альма-Матер» или на официальном сайте Новгородского университета. Сергей? Спасибо, Елена. Но и в завершении нашего выпуска мы перемещаемся в Зеленоград. На связи находят коллеги из Национального исследовательского университета МИЭД. Здравствуйте, Сергей. Мысли творят жизнь. Вот девиз выезда школы-актива этого года. Как завершилась подготовка активистов и какие изменения ждут студсовет в дальнейшем в сюжете Пелагеи Панаитовой. Который раз в разгар учебы гостиничный комплекс Менделеева наводнили студенты с горящими глазами и неисчерпаемым запасом энтузиазма. Активисты приехали отнюдь не за отдыхом. Плохая погода не испортила настроение. Все ребята готовы учиться и работать. Пятая выездная школа-актива. Поехали! Расстаться с родными тренерами пришлось уже по приезду. Участников заново разбили на пять команд. Антишептин, тюбик, лямбда 570, недобор и щеглы. На открытии выезда участникам дали понять. Предстоит очень много работы. На счету каждая минута. Прежде всего мы надеемся на то, что новое поколение студентов будет все более и более ответственно относиться к своему высокому статусу студента. После знакомства с новыми командами ребят ждала игра интуиция. Не просто понять, кто из твоих тренеров падал лицом в муравейник, а кто прогуливал школу, катаясь на трамвае. После ребята погрузились в мрачную атмосферу города выборов. Тяжелые жизненные ситуации были смоделированы организаторами. И все же единогласное решение давалось командам совсем непросто. Утро второго дня у участников и организаторов началось зарядки. Бодрые и энергичные команды приступили к работе. Очень важная часть выезда – образовательные мастер-классы. Полученную информацию ребята смогут применить не только при работе в студсовете, но и в дальнейшей профессиональной деятельности. Посмотрим? На тренинге по командоформированию ребята узнали о ролях в коллективе на примере героев «Игры престолов» и примерили их на себя. Полученные знания они тут же использовали при совместной съемке промо-ролика к выезду. На мастер-классе по конфликтологии тренеры объяснили участникам, что конфликт не всегда плохо, а компромисс – не лучший способ решения проблемы. Участники прошли тест на определение психотипа личности. То есть теперь я знаю, что, наверное, как поладить со многими людьми и как лучше выйти из таких стрессовых ситуаций. Мы научились прислушиваться к мнению других. После обеда каждая команда ходила по шести площадкам – культмасс, пиар, отдел внешних связей, социальный отдел, спорт и студсовета факультетов. Активисты обсуждали с руководителями отделов направление работы, перспективы и проблемы, предлагали новые идеи и проекты. Итоги деловой игры подвели в присутствие председателя студсовета и начальника ОВВР. Вечером ребята отдыхали, делились впечатлениями на вечерке, зажигали на дискотеке и пели под гитару. В воскресенье ребята разделились. Те, кто хотят стать кураторами, обсуждали с председателями факультетов, каким должен быть куратор и что стоит поменять в работе с первокурсниками. Остальных в актовом зале развлекали играми тренеры. Закрытие. У зала была возможность поговорить с Дмитрием Георгиевичем Коваленко, проректором по международной деятельности и работе с молодежью. Затем он изложил свое видение будущего студсовета. Развитию необходимо направить в научное русло и реорганизовать систему кураторства. Впрочем, к этому выводу пришли и сами ребята. На улице активисты оставили на ватманах свои мысли и эмоции. Каждый мог подойти к тому, кто оказал на него влияние. И со словами благодарности повязать ему на руку ниточку цвета своей команды. Еще одна добрая традиция выезда в школу актива. Плодотворной работы в новом качестве активиста. Анастасия Денисова, Пелагей Панаитова, Михаил Сериков, Данил Гуликов, Шарваня Ахмедов. Специально для МИЭД-ТВ. О других новостях нашего вуза в следующих выпусках. Национальный исследовательский университет МИЭД. Сергей. Спасибо, коллеги. Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационного проекта «Медиакарта. Высшая школа России». Я благодарю всех коллег, принимаю участие в его создании. Если ваш вуз хочет стать участником проекта, пишите нам на электронную почту. Моевсобака.просвещение.тв. Ну и, конечно, вступайте в Международную ассоциацию студенческого телевидения. До встречи!